шапочка крючком еще одна шапка из серии бинни шапка носок шапка чулок по-разному ее называют но попросили меня связать такую чтобы вот донышко закрывалась у меня я раньше делала там на завязках вязала я снова из пряжи софит очень хорошая пряжа шелковистая такая но я побоялась что она будет разматываться и поэтому положила ее в пакетик хоть искусственно но все-таки шелка она такая шелковистая и начинаю вязать сначала я свяжу ободок резинку столбиками без накида я такую резинку же показывала как вязать покажу еще раз я набрала 16 петелек можете в зависимости от толщины пряжи свое количество петель набрать вот вижу просто цепочку из воздушных петель пряжа тонкая поэтому 15 петель и первый ряд просто вяжу столбики без накида в каждую петельку цепочки провязываю столбик без накида обычный столбик я замедлила видео и крупнее сделала втыкаю крючок воздушную петельку захватываю рабочую нить вытягиваю захватываю рабочую нить и провязываю через две петельки так до конца этой цепочки я довязала особенно кто вяжет недавно нужно считать петельки воздушная петелька для подъема поворачиваю вязание и вот сейчас вот крючок втыкаю за заднюю стенку петельки столбик состоит из двух петельки и вот нужно во вторую которая сзади я постаралась показать не знаю понятно или нет подхватываю не подобие как мы чаще всего вяжем за заднюю стенку и как обычно столбик без накида втыкаю крючок под заднюю стенку захватываю рабочую нить протягиваю снова как обычный столбик только за заднюю стенку из этого приема получается вот такие ребрышки и в результате очень эластичная резинка я вяжу ряд до конца у меня должно быть 15 столбиков без накида лучше считать потому что можно потерять столбик или связать лишний и тогда будет резинка край будет неровный я хочу вам полностью показать ряд а остальные ряды вяжутся точно так же в начале ряда воздушная петелька затем столбики без накида за заднюю стенку петельки столбика вот этого предыдущего ряда а последний столбик нужно провязать через обе петельки чтобы был аккуратный край воздушная петелька поворачиваем вязание и снова все сначала вяжу столбики без накида за заднюю стенку вяжу столбики без накида за заднюю стенку и вот у меня уже полоска достаточной длины она равна объему длине окружности головы то есть размеру последний столбик я вяжу за обе стеночки и все видите какая резиночка очень эластичная и сейчас я ее соединю со шеей соединю края вот этот хвостик и ниточка должна рабочая ниточка должна располагаться с разных концов тогда и шел будет аккуратный и ниточка там внутри ее потом можно будет закрепить и отрезать втыкаю крючок в петельку на противоположной стороне провязываю через две петельки на разных сторонах и дальше соединяю попарно провязываю петельки одну на этой стороне на ближней стороне переднюю за переднюю стенку на дальнюю за заднюю и получится очень аккуратный шов как будто даже и шва нет в ближней стороне вы видите в четыре дошли и мы как этот вот что Вот как красиво получается, шов совсем не видим. И сейчас я начинаю вязать верхнюю часть шапочки. Вот там где ребрышки я показала, я провязываю по два столбика без накида. Сначала как бы обвяжу вот там где ребрышки по два столбика без накида. И так я провязываю на пяти ребрышках. Раз, два, три. Четыре. Вернее уже на пяти провязала. И сейчас один столбик провязала во впадинке. Таким образом я немножко прибавляю петель. Количество петель должно делиться на 10. Это нужно для того, чтобы потом равномерно делать убавки. Если другое количество петель, я потом дальше покажу как или прибавить или убавить петельки. А сейчас будем вязать верхнюю часть шапки. Ровно толкну. Вот я выровняла. Набрала нужное количество петель. И начинаю вязать. Я хочу показать, как первую петельку. Я просто ее вытягиваю на нужную длину. Вместо трех воздушных петель. И начинаю вязать столбики с накидом в каждый столбик без накидом предыдущего ряда. Вяжу точно так же за заднюю стенку. Как вязала столбики без накида, так и сейчас вяжу столбики с накидом. Так, может немножко не видно, но дальше я продолжу вот эти за заднюю стенку. Сейчас у меня столбики с накидом. Накид. Такая крючок подхватываю рабочую нить. Обычные столбики только за заднюю стенку. И так я буду вязать все полотно шапочки. Можно вязать полустолбики. Можно столбики с накидом чередовать со столбиками без накида. Но мне понравился этот рисунок. Все ряды совершенно одинаковые. Вот я уже шапку почти связала и вяжу точно так же столбики без накида, вернее с накидом за заднюю стенку. Рисунок очень красиво расположился на резинке. А здесь вот мне не понравилось как пошло. И поэтому я убавила буквально одну петельку и снова стали такие вот крапинки. А сейчас я покажу как убавить количество петель, если оно у вас не делится на 10. Вот я одну петельку не довязала до конца, вернее столбик. Начала вязать второй столбик. И два столбика провяжу за один прием. То есть два столбика с одной общей вершиной. Покажу также как увеличить количество. Для этого нужно два столбика провязать в один столбик предыдущего ряда. Ну вот у меня полотно готово. Вместе с резинкой 19 см вы можете сделать и короче, и длиннее. В зависимости от того, какую вы хотите шапочку. Если обычная шапочка, то покороче. Если шапку носок, шапку трубу, то подменее. Вот смотрите, я через каждые петель распределяла булавки. Вот здесь вот начало отсчитываю 10 петелек. И в одиннадцатую втыкаю маленькую булавочку. Можно какими-то другими маркерами. Снова отсчитываю 10 петель, начиная от столбиков, начиная от столбика с булавкой. И в следующую втыкаю булавку. И так по всей окружности. Я так сделаю для того, чтобы убавления были равномерные. Можно на глазок. Я продолжаю вязать столбики с накидом. Точно тот же узор. Только там, где булавка, я провязываю две петли за один прием. То есть с одной общей вершиной. Таким образом я сокращаю около каждой булавки на один столбик. Если сокращать во всех рядах, допустим, там, где булавки, то у нас получатся такие видимые линии. Я хотела, чтобы незаметно, равномерно убавления были. Поэтому в следующем ряду я буду убавки делать в середине, между булавками. Вот сейчас вот у меня столбик с булавкой. Я первый провязала столбик с булавкой. Провязываю не до конца. Вяжу следующий столбик и провязываю все за один прием. Дальше снова вяжу обычные столбики до следующей булавки. Снова натягиваю петельку для начала вместо трех воздушных петель. И сейчас убавки буду делать между булавками. Вначале не стала делать. Я специально не отсчитываю, просто на глазок. Вот одна, вот это я еще провяжу. Одна не провязанная. Вяжу второй столбик. И все петельки за один прием. Вот убавки сейчас у меня между булавками. Следующую опуну точно так же. Между следующими булавками. Субтитры создавал DimaTorzok И так продолжаю убавлять в каждом ряду в разных местах. Сначала в начале, потом в середине, потом, допустим, ближе к началу, потом ближе к концу. И вот, в конце концов, вот, такое осталось небольшое отверстие. Видите, все ровненько. Никаких таких вот полосок нет. В данной шапочке лучше такое равномерное, незаметное убавление. Сейчас я буду провязывать по две петельки вместе. Узор продолжаю. Вяжу за заднюю стенку. Столбик не довязываю. Следующий столбик. И все три петельки за один прием. И так до конца ряда. Сейчас я наберу половину столбиков. Их у меня штук пять будет. И провяжу все за один прием. Провяжу тоже за один прием не довязанные оставшиеся столбики. Отрежу нитку и заправлю в полосок. Хвостик. Шапочка готова. Очень красивый цвет ниток. Мне понравился. Самое интересное, что с изнанки она тоже очень красиво получилась. Я вот забыла на манекене снять. Такая структура какая-то как бархатистая. И вот еще одна шапка в нашей коллекции. Ее можно вязать с однотонной пряжи. Чередовать полоски. Можно связать ажурной. Мутный удобный шерточек. И.